Как выбрать беговую дорожку и не ошибиться При выборе беговой дорожки вы должны понимать, что при производстве все дорожки изначально изготавливаются под определенный вес человека У нее будут определенные параметры, то есть под вес человека подгоняется и мощность двигателя, и размеры бегового полотна, и толщина деки, основы по которой вы бежите, и толщина металлоконструкции То есть все параметры подбираются под вес человека Соответственно, изначально, с чего вам стоит выбирать беговую дорожку, это, к примеру, зашли на какой-то определенный сайт, выбрали фильтры, и по фильтрам отфильтровали уже, к примеру, у вас вес 110 кг, ну допустим Вы смотрите, там, дорожка до 110 кг, забиваете, и вам выпадает список тренажеров, в частности, беговых дорожек, которые подходят под ваш вес Ну, соответственно, если продавец честно и правильно заполнил эти данные Кстати, такое тоже бывает, что продавцы завышают вес тренажера, ну вернее, максимальный вес пользователя на тренажере, чтобы продать его, ну поскорее продать Потому что чем выше вес пользователя на тренажер, соответственно, как я уже говорил, мощнее двигатель, выше полотно, толщина металлоконструкция Все это влияет на цену, соответственно, и дорожка такая будет дороже Первое, на что мы смотрим, это на вес пользователя То есть изначально смотрите, на какой вес рассчитана дорожка Фильтруете по весу Второй показатель, это производитель Смотрите, какого производителя вам предлагаются беговые дорожки Желательно поискать об этом производителе хотя бы какую-то краткую информацию То есть сколько лет на рынке этот бренд, в частности, в вашей стране То есть в Украине, вы там, либо в России, Белоруссии Сколько лет в вашей стране продаются эти товары этого бренда Есть ли у них сервисный центр, есть ли у них запчасти Эту информацию легко можно найти, в частности, на официальном сайте данной компании К примеру, мы продаем товары в основном компании Хаусфит Экофит, это их дочернее предприятие Поэтому я, ну, потому как я уже 15 лет продаю тренажеры Я знаю, что эта компания имеет свой сервисный центр Имеет все запчасти даже на модели, которые уже сошли с производства То есть которым уже 5-6-7 лет Вам нужно смотреть на бренд Если он представлен на рынке в вашей стране уже не первый год И все нормально Можете посмотреть, кстати, отзывы об этом бренде Есть сайт, там, отзовик тот же Есть сервисный центр, есть запчасти у них То можете смело смотреть модели этого бренда И не беспокоиться Но также хочу предупредить, что на рынке присутствует много брендов Которые, скажем так, либо первый год на рынке Либо вообще о них никакой информации С той же Польши вот появились тренажеры с Германии Пишут, что тренажеры есть Ну, вернее, представлены на сайтах В основном это сайты Ну, торговых площадок Таких как OLX И на них пишут, что тренажер Made in Germany То есть произведено в Германии Либо Made in Poland Но по факту эти тренажеры, естественно, произведены в Китае В принципе, ну, эти тренажеры тоже произведены Ну, не совсем в Китае В Тайване Короче, они сделаны в Тайване Но завод и сам бренд Вернее, сам бренд Это фирма американская Housefit Это штатовская фирма Которая, естественно, имеет свои филиалы Там в разных странах В том числе и в Тайване Но не в этом суть Дело в том, что у них Я же еще раз повторяю Есть сервис, есть запчасти, есть гарантия Кстати, на торговую марку Housefit На тренажеры торговой марки Идет гарантия 2 года Этого, в принципе, нет на кардиотренажеры Ни одной другой фирмы Ecofit Они идут с гарантией на 1 год Итак Прежде чем начать Выбирать дальше тренажеры Нужно понимать Их не устройство Каких типов бывают вообще беговые дорожки Для чего они нужны Беговые дорожки Бывают трех типов Первая беговая дорожка Первый тип Это механические беговые дорожки Которые не имеют никакой регулировки нагрузки Не имеют двигателя И по сути Вам нужно держаться за поручни И расталкивать беговое полотно Это не совсем удобно Ну как бы никакого удовольствия от занятий нет Но у них Единственное их преимущество Это их цена До 250 долларов в среднем они стоят На этом преимущества заканчиваются Следующий тип Это магнитные беговые дорожки Они по сути точно такие же Как и механические Без двигателя Но у них установлен регулятор Нагрузки Там стоит тяжелый маховик Стальной Пластина с магнитами И за счет приближения Либо отдаления пластины Соответственно меняется нагрузка В принципе занятия проходят точно так же То есть вы должны силой своих ног Расталкивать беговое полотно Но это далеко от бега Это не совсем бег И нагрузка на суставы В принципе при таком занятии Возрастает в разы Поэтому все таки Если вы хотите заниматься бегом Если вам нравится бег То берите беговую дорожку Которая имеет электродвигатель Это вот как раз третий тип дорожек Называется электрическая Почему электрическая Потому что она питается от сети В ней стоит электромотор Который в принципе и раскручивает беговое полотно К примеру данной модели Он расположен вот здесь И он соответственно дает скорость И нагрузку На беговую дорожку Значит по типам определились То есть для бега В принципе так же как и для ходьбы Кстати для ходьбы еще можно рассматривать Механическую беговую дорожку Но опять же у них слишком маленький диапазон По весу пользователя То есть они в основном идут до 90 Максимум до 100 килограмм Я видел Либо есть такие интересные модели Но там цены конечно заоблачные 150 тысяч 140 тысяч Это уже профессиональные модели Именно механические есть Но мы отдельно о них поговорим потом То есть для дома Для домашнего пользования Для эффективных тренировок Для комфортного занятия Вам нужна модель электрическая То есть запомнили Смотрим электрические модели Опять же в сайте Если заходите на сайт По фильтрам Есть фильтры Там можно выбрать Механическая, магнитная Либо электрическая дорожка Вот вы ставите галочку Когда выбираете Именно электрическую дорожку Вы смотрите Электрические беговые дорожки В свою очередь подразделяют на Есть изменение угла наклона Ручное Либо С электроприводом Ручное То есть у них угол наклона Вот сзади Изменяется за счет регулировки Ножки На самой дорожке Электрический угол наклона Меняется нажатием Всего лишь одной кнопки То есть вы нажимаете кнопку И у вас соответственно Поднимается передняя часть Бегового полотна Такие дорожки Немножко дороже Потому что там стоит Дополнительный двигатель Который дает нагрузку Ну поднимает полотно И соответственно Дает больше нагрузку При этом работают Другие группы мышц И Такие дорожки Подходят для людей Которые уже более-менее Освоились с обычным бегом Им нужна дополнительная Какая-то нагрузка Как я сказал уже Работают другие мышцы Здесь немножко При занятиях Но это более интенсивные Более интересные Более Скажем так Направленные на определенную Группу мышц Тренировки Мы определились Что выбирать нужно Дорожку электрическую Нужно выбрать Известный бренд Потом мы выбираем Дорожку по весу пользователя Кстати Касательно веса пользователя Если К примеру Вот смотрите У вас вес 110 килограмм Ну приблизительно Естественно Одних мышц Я не говорю Что там Жир какой-то есть Мышц И Вы хотите бегать Да Вам нужно Рассматривать дорожку Опять же Если для бега То с запасом Хотя бы Плюс 10 килограмм Чтобы она была В рекомендациях В характеристиках У нее было указано Максимальный вес Пользователя на ней 120 килограмм Не 110 А 120 Для чего Потому что Такие дорожки Имеют Обычно Запас прочности Касательно И толщины Деки И запас прочности По Двигателю Не то что Запас прочности Запас по мощности Так будет Правильно сказать По двигателю То есть Он уже будет работать Не на пределе Своем А у него будет Какой-то определенный запас Которого вам хватит Для того Чтобы он служил долго То есть Запомнили Если вы берете Дорожку для бега То берите Тренажер Рассчитанный На плюс 10 К вашему весу Если у вас вес 110 килограмм То берите дорожку Чтобы она была Рассчитана На вес До 120 килограмм Если вы берете Дорожку для ходьбы Здесь немножко другое Здесь вам нужно Брать еще больше Хотя казалось бы Да То есть Вы ходите Нагрузка не такая Большая Как бы на деку Да На полотно Но здесь В том Проблема Что Двигатель Когда он медленно работает А ходить вы будете Я так понимаю Долго Но обычно ходят Там 20-30 минут Люди 40 минут И более То двигатель На малых оборотах Он не успевает Охлаждаться Там стоит Крыльчатка И как раз На больших оборотах Он охлаждается Лучше гораздо Чем на малых оборотах Поэтому Если вы берете Дорожку для ходьбы То берите С запасом Плюс 20 килограмм К вашему весу То есть Если у вас вес 110 килограмм То дорожку Нужно рассматривать На максимальный вес Пользователя Чтобы было указано 130 килограмм Это в том случае Если вы берете Для ходьбы Ну ходьба Соответственно бег Там уже Проще будет Вот именно для ходьбы Нужно брать С большим запасом Следующий параметр То есть Мы определились И дальше Мы выбираем Дорожку По росту Человека Здесь Сейчас Будет приведена Табличка В соответствии С бегом И с ростом Какая длина Деки Должна быть И ширина деки Чем длиннее дека Тем комфортнее Вам шагать И чем шире Она Тем меньше У вас Боязнь Как бы Сойти с нее Или наступить На боковые Вот эти Поручни То есть Вам не нужно Будет все время Под ноги смотреть Чтобы вы не упали С нее То есть Вы занимаетесь Комфортно Когда у вас Широкое полотно Широкое Имеется ввиду Там Но опять же Смотря какой Вес Человека И рост К примеру Мне Вот у меня 182 Сантиметра Рост И мне На такой Дорожке Мне не совсем Комфортно Заниматься Хотелось бы Немножко пошире Вот здесь Ширина полотна Составляет 36 Сантиметров То есть Хотелось бы Хотя бы 42 44 Сантиметра И было бы Вообще Отлично А еще Если шире То вообще Супер Но опять же Все это влияет На цену Тут уже Смотрите По своим бюджетам Минимум 36 сантиметров Ширина полотна Меньше Это уже Совсем узкое Будет полотно И вам Очень тяжело Будет На нем Заниматься Следующий параметр Ну это уже Уточняется При телефонном Разговоре У менеджера Это Толщина Самой деки Она должна быть Ну В идеале Минимум Полтора сантиметра Она изготовлена Из фанеры И желательно Если там Рост Не рост А вес Ваш Свыше 100 килограмм То хотя бы Полтора сантиметра Должна быть Толщина деки Следующий параметр Это желательно Чтобы на дорожке Ну не то что желательно Они в принципе Есть на всех дорожках Подушки такие специальные Вот здесь она Специальные амортизирующие подушки Ну в разных моделях Они расположены по разному Некоторые снизу расположены Беговой поверхности Но они должны быть обязательно Это тоже можно уточнить При разговоре у менеджера И последний важный фактор В принятии решения Какой тренажер и где купить Это покупайте все-таки В магазинах В которых есть Обратная связь от клиентов Есть Статистика по Ремонту По возвратам тренажеров Потому что Есть модели Которые К примеру Только вот появились На рынке По ним нет никаких Отзывов Люди покупают А оказывается Что в этой модели Есть заводской дефект Вот К примеру Ну к сожалению У нас тоже были Такие модели Которые Только появились В продаже Но у них Оказались дефекты И мы их стараемся Не отправлять В другие города Где мы не сможем Как бы Своевременно Оказать Поддержку Сервисную Такие модели Мы стараемся Продавать Здесь по месту И перед тем Как продавать Соответственно Мы их Приводим Короче В рабочее состояние Устраняем все дефекты Заводские Если они есть Поэтому Вот так К примеру Я хочу сказать Что через интернет Покупать Ну нужно У тех продавцов Которые имеют Вот хотя бы Какой-то там Опыт работы В сервисе Опыт работы С обслуживанием Тренажеров Ну и естественно У них есть Какой-то учет Тех моделей Которые Ну по гарантии Там возвращаются Несколько раз За определенный период То есть Твоя статистика По ремонтам Чтобы была Мы такую статистику Ведем У нас все это есть Поэтому За те тренажеры Которые мы продаем Я могу как бы Не то чтобы ручаться Но я могу Порекомендовать людям Которые там Получи модель Которая беспроблемная А вот эту модель Я могу допустим Продать только здесь По месту Мы ее привезем Соберем Все дефекты Которые есть В ней Изначально Заводские Мы устраняем И тогда уже продаем То есть И потом уже Оказываем Послепродажную После гарантии Даже Поддержку И обслуживание Первое что нам нужно Заходим На сайт Сайт проверенный Магазин проверенный Смотрим отзывы Смотрим сколько Продаж у них было Где они есть В соцсетях Ютуб канал свой Фейсбук Ну то есть Какие то отзывы были Что о магазине Если с этим все нормально Заходите к ним Открываете фильтр Выбираете известный бренд То есть К примеру Там Хаусфит Открываете Дальше фильтруете По весу человека То есть Ваш вес там 100 килограмм Вы берете с запасом Помните 110 килограмм Выбиваете 110 килограмм Дальше вы смотрите По табличке Длина и ширина полотна Кстати можете В фильтрах тоже Это сразу убить Какая вам хотелось бы Длина и ширина Бегового полотна Под ваш рост Вы выбрали по табличке Таким образом Вы подобрали себе Тренажер А дальше Конечно желательно Позвонить в магазин И проконсультироваться Нет ли в этой модели Каких то скрытых дефектов О которых Ну не написано Естественно Нигде Может ли этот магазин Посоветовать вам Этот тренажер Либо они могут Предложить Может быть Какую-то Альтернативу По этой цене Либо по этому По этим показателям К примеру По мощности двигателя Либо По ширине полотна Если вы хотите То есть Они могут Подобрать Помогут Подобрать вам Нужный тренажер То есть Вот такие Мои рекомендации В принципе Ничего тут Такого Сверхъестественного Нет Но Это приходит С опытом То есть Вот такие моменты Я лично Сам так Выбираю товары Не только Касательно Тренажеров А и всего остального Смотрю на магазин Смотрю на бренд И уже дальше По характеристикам Выбираю Нужную мне модель Надеюсь Это видео Было полезным Я надеюсь Что вы теперь Знаете Как выбрать Беговую дорожку Если понравилось Видео Пожалуйста Ставьте лайки Подписывайтесь На канал Все Необходимое Оборудование И любые Тренажеры Беговые дорожки Вы можете Посмотреть На нашем сайте Мускулшоп Ссылочка Будет Под видео Заходите Подписывайтесь На нас В соцсетях С вами был Сергей Детюк Да пребудет С вами сила До новых встреч